Партнер темы дня – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи». Когда на улице дождь, снег и грязь, а за окном отрицательная температура, на помощь водителям приходит специальная морозостойкая жидкость, или по-простому незамерзайка. Правда, порой такое удовольствие сопровождается побочными эффектами. Автомобилист со стажем Дмитрий Кочнев за свою жизнь перепробовал немало подобных средств. Рассказывает, никогда не знаешь, что именно тебе продадут в этот раз, а некачественный товар может испортить самую лучшую поездку. Прям очень резкий, сильный, неприятный запах. В общем, настроение было испорчено, и аппетит у некоторых испортился из-за этого запаха. В общем, не вся замерзайка хорошая, как выясняется. По крайней мере, из-за этого резкого запаха я больше такую никогда не куплю. Опаснее едких и вонючих жидкостей могут быть только те, которые не пахнут совсем. Это может означать, что продукт сделан на основе метанола, который действительно не замерзает при низких температурах, но может быть ядовитым для человека. Пары метанола, дешевого спирта, могут попасть в салон машины через вентиляцию. И тогда человеку уже не избежать контакта с ядовитым веществом. К тому же оно имеет свойство накапливаться в организме со временем. Симптомы – это головная боль, тошнота, рвота, боли в мышцах, боли в области живота, так и специфические, такие как поражение зрительного нерва, то есть помутнение в глазах, нарушение четкости зрения, ну и также все симптомы, которые свойственны для состояния алкогольного опьянения. А тем временем калининградская полиция задержала на складах Калининграда 16 тысяч литров метаноловой незамерзайки. Содержание вещества в ней превышало норму в 400 раз. Продавали ее по всему городу, и на такой товар был хороший спрос. Ведь, как выясняется, низкая цена часто становится для водителей главным критерием для покупки. Бывало, приходилось, когда ее мало было, водку дешевую заливать. И тогда гаишники приставали и говорили безобразие. Покупает мой муж, он приезжает в автомобильный магазин и покупает ту жидкость, которая ему, как говорится, просто на глаз попалась. То есть, либо это самый недорогой вариант, либо уже, который он знает, проверенный. Вообще бывает все подешевле. А подешевле это у продавцов, которые стоят вдоль обочин. Одна такая мобильная торговая точка находится на выезде из города, неподалеку от поселка Космодемьянского. Цена на пятилитровую бутылку всего 150 рублей. Правда, как выяснилось, девушка-продавец не знает, откуда взялся товар и что он из себя представляет. В противовес уличным торговцам выступают магазины на заправках. Правда, там и цена выше. От 240 до 520 рублей в зависимости от степени устойчивости к морозам. Зато при покупке можно тщательно изучить историю жидкости. Все они имеют или сертификаты качества, или санитарно-гигиенические заключения. Что говорит о их безопасности, прежде всего, для наших покупателей. В этом заключается и преимущество. Берем мы только официальных компаний, которые занимаются поставкой омывателей на наш рынок. Кроме здоровья человека, некачественная незамерзайка может навредить и самой машине. Особенно лакокрасочному покрытию, а также пластиковым, резиновым и стеклянным деталям. И тогда, возможно, придется делать еще и ремонт. К слову, в центрах официальных дилеров автомобилистам предлагают альтернативу. Специалисты рекомендуют использовать специальное средство, которое выравнивает поверхность стекла и образует защитную пленку. Наглядно можно продемонстрировать. Смотрите, на этой стороне нанесено средство, на этом средство не нанесено. То есть разница очевидна. Капли стекают очень быстро. Конечно, от всех помех, вроде грязи и снега, такая пленка не спасет. Зато, как говорят эксперты, в зимнее время придется реже покупать пресловутую незамерзайку, внутри которой, как выясняется, может оказаться почти все, что угодно. Марк Шкода, Михаил Альбаум, Служба новостей город. Партнер темы дня – медицинский центр для взрослых и детей «Медпрофи». Продолжение следует...